Часто при решении различных задач, как прикладных, так и теоретических, возникают последовательности. Это могут быть последовательности чисел или элементов какого-то другого множества. Вспомним определение последовательности. Если каждому натуральному числу n поставлен в соответствии какой-то элемент xn из некоторого множества a, то говорят, что задана последовательность элементов множества a, состоящие из членов x1, x2 и так далее до xn. Иногда последовательность определяют как функцию натурального аргумента. Последовательности можно задавать различными способами, среди которых особенно важны три. Аналитический задается формулой n-ого члена yn равняется f от n. Описательный состоит в том, что объясняется, из каких элементов строится последовательность. Рекуррентный состоит в том, что задают первый член последовательности и указывается правило, по которому вычисляют n плюс первый член последовательности, если известен ее предыдущий n-ый член. Самый известный пример такой задачи – последовательность чисел Фибоначчи. Ее специально изучают в математике, поскольку она обладает рядом интересных свойств. Фибоначчи – итальянский математик XIII века. Есть последовательности, отличающиеся особыми свойствами, например, арифметическая прогрессия. Числовую последовательность, каждый член, который, начиная со второго, равен сумме предыдущего члена и одного и того же числа d, называют арифметической прогрессией, а число d – разностью арифметической прогрессии. Каждый член равен среднему арифметическому двух соседних. Числовую последовательность, все члены, которые отличны от нуля, и каждый член, который, начиная со второго, получается из предыдущего члена умножением на одно и то же число q, называют геометрической прогрессией, а число q – знаменателем геометрической прогрессии. Рассмотрим свойства числовых последовательностей. Определение первое. Последовательность называют возрастающей, если каждый ее член больше предыдущего. Определение второе. Последовательность называют убывающей, если каждый ее член меньше предыдущего. Возрастающие и убывающие последовательности объединяют общим термином – монотонные последовательности. Перейдем к понятию проценты. Известно, что процент – это сотая часть числа. В основной школе были рассмотрены три типа задач на проценты. Первый тип – найти процент от числа. Второй тип – найти число по его проценту. Третий тип – найти процентное отношение. Алгоритмы решения задач первого и второго типа – выразить процент десятичной дробью. Умножить или разделить число на дробь. Рассмотрим примеры. Пример первый. Найти 25% от 200. Решение. 200 умножить на 0,25 равно 50. Пример второй. Найти число, если 25% его равны 50. Решение. 50 разделить на 0,25 равно 200. Пример третий. Сколько процентов составляет 50 от 200? Процентное соотношение 50 к 200 равно 50 разделить на 200 и умножить на 100%, что составляет 25%. Задача. Концентрация вещества называет процентное отношение количества вещества и раствора. Какой концентрации будет обладать раствор, полученный при смешении двух литров воды и 500 граммов соли? Решение. Масса полученного раствора будет составлять 2000 плюс 500 равно 2500 граммов. Содержание соли в этом растворе будет составлять отношение массы соли к общей массе раствора, выраженная в процентах. То есть 500 разделить на 2500 и умножить на 100%. Получаем 20% раствор соли. Где применяются проценты? Везде. Сегодня хочу обратить ваше внимание на банковские проценты. Простой процент – это начисление процентов на банковском счете за весь период хранения средств. Определяется в годовой процентной ставке. Если клиент разместил в банке 50000 рублей под 10% годовых, через год сумма вклада составит 55000 рублей, через три года – 65000 рублей и т.д. Однако банки работают по другой схеме – сложные проценты. Рассмотрим формулу расчета сложных процентов и пример расчета прибыли. Пусть сумма вклада – 50000 рублей, процентная ставка в год – 10%. Как видно из формулы начисления прибыли, через три года сумма будет равна 66 550 рублей. Следующая таблица показывает сравнительную характеристику начисления процентов. В задачах ЕГЭ профильного уровня применяются перечисленные выше формулы. Подведем итог урока. Мы рассмотрели различные последовательности и прогрессии, способы их задания и действия над ними. Субтитры создавал DimaTorzok